Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй, эй, не так быстро. Вас послушать так всё просто, как ларёк ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да, поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вака Каакада. Она держит салон починка на Чпок-Стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Да, пойдёмте. Чпо-Стрит. Дурацкое название. Чпо-Стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеёшься. У вас всё в порядке? Чего это ты вдруг? Да просто спрашиваю. А вы во всём привыкли искать тайные мотивы? Нет. Извини. Это могло прозвучать невежливо. Я просто не привык к подобным вопросам. Видишь ли, у людей вроде меня либо всё хорошо, либо они лежат в гробу. Не знаете, что происходит в Оросаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юриноба и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что всё под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. Добрый день. Эй, ты ему даст вон! Сранок и кусок говна! В шоку тебя и бать! А ну, стой! Что? По этому звуку. Бестия, дорогая. Это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают своё место. Теперь прошу прощения. У меня гости. Так, так, так. Неужели это Ви собственной персоной в моём скромном салоне? В Акака? Давно не виделись. А зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем. Вот и всё. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Ты бы уже давно им позвонила, если бы хотела. Но нет. Тебе интересно, с чем мы пришли? Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чём тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Насколько я знаю, Арасака и тигриные когти никогда особо не ладили. Ты явно не пылаешь любовью к тем, кто убил твоего внука. Это было очень давно. Говорят, время лечит, но чтобы такие раны... Такие раны не лечат. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно. Это подарок. О, Кадо-сан. Дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берёте или нет? Джапан Таун. На время парада всё движение будет перекрыто. Гвоздь программы платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почётная гостья Ханака Арасака произнесёт речь самой большой платформы. И это произойдёт здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьёзной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, но и дополнял эту весёлую кампанию по крайней мере один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапан Таун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это всё, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда, идите своей дорогой. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Ока Досан. Нам с тобой ещё нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Рипперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать ещё что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Удачи вам, Гора. Тебе тоже. До скорой встречи. Эй, ты, мудасвон! Сразу, пуйсок, говна! В шоке переливай! Тебе тут так смешно было вообще! Какие-то малолетние... Послушай-ка этого парня. Как тебе музон? Ну, на мой невзыскательный слух ничего так. Не напрягает, во всяком случае. А знаешь почему? Потому что техника – это не главное. Важны эмоции. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Ты так же начинал? Играл на улицах и мечтал собирать стадионы? Не смеши. Некогда мне было карамкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Так и говорят все неудачники. Пардон, непризнанный гений. Твоя правда, я неудачник. Этот город так и остался под пятой корпоратов, как и полвека назад. Но если ты думаешь, что я мечтал стать рок-звездой и кумиром подростков, ты ошибаешься. Срать мне на всю эту коммерцию. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал. Хотя мы еще были никто. Постой-ка. Говоришь, по городу еще ходят старые бутлеги самурая? Можно же озолотиться. Да вот ты меркантильный сучонок. Не ожидал. Хотя, как раз ожидал. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют. Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Э, Джонни, где было твое отличное место, там теперь забегаловка. Что ж, тупое потреблятство опять победило. Еще очко команде соперника. Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмю. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен радужной каденции? Ну, там, самурай, например. Самурай, самурай. А, стремная красная рожа на черном? Да, даже я про них слыхал. Сюда иногда приходит один тип в их футболке. И к нему друзья подваливают. Такие же чокнутые. А ты случаем не знаешь, где он живет? В 20-х годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется. На ренте. В смысле, он там что-то покупает? В смысле, ты можешь кое-чего купить у него. Если вдруг захочешь. Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно, про эти группы никто ни хера не слышал. Круто. Спасибо. Мне говорили, ты торгуешь хорошей музыкой. Но она у каждого своя. Есть кортезиан дуалистс, кое-что из Евродина, тейнтед оверлорд. А самурай? Еще спрашиваешь. Есть Never Fade Away, Dancing with My Axe, Чиппин Инн, да любую назови найдется. Сильверхенд был мессия от рок-музыки. Я бы его записи бесплатно раздавал. Но нужно ведь на что-то жить. Мне нужны реально крутые записи. Ну там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме. Не понимаешь, что спрашиваешь. О легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи. Но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Я тут бывал. Во времена Радужный Каденс бутлег был бы напоминанием о старых добрых деньках. О, мне-то не заливай. Молодой ты еще, чтоб первые концерты самурая помнить. И ты, и даже батя твой. А ты по лицу-то не суди. Откуда тебе знать, что оно свое, а не имплант? Ну ладно, шкет. Докажи, как прошло третье выступление самурая. Ну, дорогой эксперт Джонни, давай-ка. Подсказывай мне ответы по истории самурая. А, третий концерт. Как сейчас помню, я поджег гитару и расхерачил ее об сцену. Народ был в восторге. Ну так чего? Долго ждать? Легко. Джонни поджег свою гитару и разбил ее. А, да, так и знал, что врешь. Какой дурак угробит гитару на первых концертах? Новая эта денег стоит? Джонни, твою мать, это что за саботаж? Вот зачем? Затем, что это смешно, а мне скучно. И еще мне не нравится твое конформистское ебло. Ты так часто подвисаешь? Наш третий концерт был в каденции. Случился небольшой пожар. Пьяные придурки заливали его пивом. Дэнни подпалили Хайер. Она потом долго парик носила. Не хотела импланты вживлять. Дай-ка подумать. Помню пожар. И помню, что какие-то придурки пытались его пивасом залить. А, а я и сам чуть не забыл. Говорят, пожар сам Джонни устроил. Сигарету бросил. Чушь. Это была сигарета Керри. Но если где какой пожар, то его, конечно, раздул Джонни. Все равно не веришь, что ты там был. Так похер. Только истинный фанат знает такие подробности. Ладно уж. Надо ведь прививать молодежи хороший вкус. Может и есть кое-что специально для тебя. Круто. Спасибо. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпоратам. Говорят, что время лучше учить. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за шестьдесят уже, небось. А все еще живет в двадцатом году. Он же твой главный фанат. Тебе разве неприятно? Я подорвал Росака Тауэр и че толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Хочешь заставить людей измениться? Взрывчаткой тут не обойдешься. А чем надо? Музыкой? Хуй там. Вон, дедок помнит все тексты до единого, но так ни одного и не понял. И что? Теперь будем резать людей? Бить морды прохожим? А может они и не хотят меняться? Это их решение. Хочешь отнять у них право выбора? Может они реально слепые идиоты? Может только прикидываются? Но их надо заставить посмотреть правде в глаза. А как заставить? Вот это вопрос. Чемоги. Ха-ха-ха-ха. Продолжение следует... 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 Ааааааа! Верно! Опять? Верно! Опять? Раздвигай булки! Прижмите! Аааааа! Бери его за хор! Бэля, перезаряжай! Давай, давай, давай! ВЫСТРЕЛ 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 Ах, блядь! Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродом, как он сам. Шель, мы наконец его отследили? У тебя есть возможность воздать этой гниди по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Чего вам подать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я тебя вымудила! Ах ты мелкий, стою! Ах ты мелкий! Ах ты мелкий! Ах ты мелкий! Да что поделаешь? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Одной тварью в городе меньше Супер! Спасибо, Ири, закрываю заказ